Рецепт отличного воскресного вечера, хорошее настроение. Так решили многие губкинсы и отправились на КВН. Вы уже смеетесь, а КВН еще не начался? Надеюсь, так и продолжится. Хорошо провести вечер, тем более КВН. Веселое такое соревнование. Хотелось бы посмотреть. Давно-давно смотрю Маслякова, его проект, его все. Очень давно, очень нравится. Я обожаю КВН. Интересный искрометный юмор. Всегда четкий, классный. И эта молодежь вообще очень интересна. На сцене пять команд. Четыре губкинских и одна из муравленка. Собрались, чтобы услышать заветные слова. Мы начинаем КВН. Для команды комбинация – это дебют. В визитке они пофантазировали, как могло бы выглядеть шоу «Холостяк». Кстати, как тебя зовут? А что? Я хочу познакомиться с тобой, глупышка. Да, я не хочу. Что ж, я был готов и к такому исходу событий. Настало время первого свидания. Искрометный юмор, песни и зажигательные танцы. Веселые и находчивые очаровывали жюри разными способами. У нас на игре сидит глава города, и ну, надо бы ему что-то подарить. Я знаю, что ему подарить. Обычно КВНщики шутят над тем, что волнует всех. В фокусе – актуальные новости. В Губкинском, может, есть какое-то новое модное местечко, куда сходить можно? Да, Пурпе. О присоединении Пурпе был и вопрос командам в триатлоне. В этом этапе КВНщики должны придумать смешные ответы. Очень серьезный вопрос. 2020 год, наше население 29,200, 2021 – почти 39 тысяч. Валера, а что дальше? Андрей Михайлович, ну мы дальше будем работать над демографией. Валерий Усманов – КВНщик и по совместительству корреспондент телевидения. Очаровывает зал второй год подряд. И второй год подряд забирает номинацию «Лучшая мужская роль». Секрет успеха – это, конечно же, наша команда, потому что у моего героя абсолютно все шутки были подвязаны к нашим девчонкам. И если бы не этот цветник при лестнице, с которым я играл на сцене, то не видать было бы ни третьего места, ни номинации уже «Второй лучшая мужская роль». Команда-комбинация, за которую играл Валера, забрала бронзу. Второе место у девчонок из команды «Ороза-роза». Золото у губкинских трех топоров. Получили удовольствие, зарядились энергией, все прекрасно. Все шутки были в тему, все шутки были добрые, задорные. И самое главное, зрителю это очень сильно понравилось. На самом деле, наши команды КВ, я считаю, что очень хорошо подготовились. Очень интересное, яркое мероприятие для нашего города. Поэтому также дальше будем продолжать традицию. Ну а ребятам побольше успехов, задора. Я уверен, что с каждым годом их профессионализм будет все больше и больше. Главный подарок для веселых и находчивых – оценки зрителей. Я болела за Валеру, и я очень рада, что именно ему досталась лучшая мужская роль. Хотя почему досталась? Она реально заработанная. Он сегодня был просто красавчик, молодец. И мы следим за его творческой карьерой в направлении КВН. Он не первый раз участвует. Я искренне сегодня смеялся. Я давно так не смеялся вообще. Многие говорят, что муниципальный КВН, ну это местечковый КВН – это что-то слабенькое. Нет, сегодня я посмотрел в Губкинском, насколько это было сильно, насколько это было интересно. Все в точку. Очень дружеская атмосфера, мне кажется. И приятные, понятные шутки. Здесь все получают массу эмоций. То есть кто-то немножечко драйва адреналина, да, а кто-то вот именно смеха позитива. Смеялись над шутками веселых и находчивых. Зинаида Исаева, Данила Индюков. Новости Губкинского.